Копейск может остаться без воды. Собрание кредиторов Горводоканала приняло решение о ликвидации муниципального предприятия и передаче его в частные руки. Об этом говорится в резолюции, которая прислана в правительство региона на имя Бориса Дубровского. Кто стал инициатором такого решения, узнавала Эльвира Исмогилова. Вот и идет она и идет. Все. Хоть ты сильнее включай, хоть ты как включай, хоть вставляй туда насос. Перемыть гору посуды и поваляться в горячей ванне – лишь мечта Лидии Хлебниковой. Из-под крана женщина пытается набрать воды хотя бы для чайника. Напор очень слабый, но то, что сегодня льется из-под крана – уже счастье. К перебоям с водоснабжением в старом доме привыкли все. Мы все лето воды вообще горячей не видим. В этом году отопления вообще нет. Было всегда тепло, а сейчас вообще его нет. Я живу на третьем этаже. А что у нас люди на пятом этаже делают, я не знаю, как они моются. Мы здесь моемся. Вот, хоть бери кружку, подставляй и на себя поливай. Неразбериха с водой в Копейске длится давно. Вот уже несколько лет в городе существует ситуация, когда заводно-канализационное хозяйство отвечает сразу две организации – частное и муниципальное. Вот и получается, что не могут поделить имущество. Еще во времена Эстомина одни стремились пользоваться всеми водопроводными сетями и насосными станциями. Другие настаивали, что поставки воды населению должны четко контролироваться муниципалитетом. Впрочем, у генерального директора частной организации свое видение на это. У нас было частное предприятие, отстранить он меня не мог, поэтому и начал вот эту вот бессмысленную войну. Вот этот спор, который закончился сегодня в банкротством первого муниципального предприятия, «Водоканал», который он создал, потом создал второе. Сегодня мы знаем, что и второе предприятие – банкрот. А теперь муниципальное предприятие действительно прекращает свою работу. К такому решению пришли кредиторы. Накануне состоялось собрание, на котором, кстати, присутствовали и руководители обеих организаций, и новый глава Копейска Валерий Устинов. Сегодня в адрес Бориса Дубровского пришла резолюция. В ней решение собрания – прекратить деятельность муниципальной организации, передать все имущество в частные руки. И самое главное – прекратить подачу воды жителям Копейска. Правда, сам глава Валерий Устинов уверяет – решение еще не принято. Я присутствовал на этом заседании кредиторов. Такой вопрос пока не отставал. Вот именно на вчерашний день. Может быть, сегодня какие-то вопросы решаются. Но я еще раз повторю, что сегодня администрация не управляет муниципальным предприятием. Тем не менее, в документах, присланных Борису Дубровскому, говорится, что фактически муниципальное предприятие подарено частному владельцу – Николаю Сединкину. Он, кстати, тоже участвовал в недавних выборах на пост главы Копейска. Был одним из лидеров гонки. Жители уже начали бить тревогу. Ликвидация МУПа может повлечь за собой ряд коммунальных бед. А перебои с водой станут совсем уж регулярными. Вспоминает опыт Златоуста. Не самый радостный. Там местный горводоканал отдал обязанности опломбирования счетчиков управляющим частным компаниям. Теперь показатели с приборов учета у жителей не принимают. Организациям выгоднее, если те будут сплатить по общедомовым счетчикам. Ведь это только часть полномочий водоканала. Что уж говорить про полностью отданный в частные руки МУП. Эльвира Исмагилова, Евгений Молчанов, Дарья Шведова, Павел Клеметев, Артем Большаков, ОТВ.